Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Тихо-тихо-тихо, там какая-то машина идёт. Ну вот как-то так, всё, я пошёл, холодно. И идём в эту сторону, да. Так, ну что, меня уже практически здесь не видно, не должно быть. Во всяком случае, меня не должно быть видно. Но идём и на вытянутой руке это выглядит примерно вот так. Ходим, бродим немножечко. Так, да-да-да. Только не надо нам лицо уменьшать. Во, идём, всё хорошо, всё отлично. Единственное, что может быть встречный ветер и нам нужно включить нормальный микрофон. Для этого нам нужно сделать некоторые манипуляции. Итак, первую я манипуляцию уже сделал. И сейчас мы сделаем вторую манипуляцию. Достаем наш беспроводной микрофон, достаем к нему ветрозащиту, цепляем его. Это всё сделано как-то коряво, так, если честно. Вот так выглядит мой дом, всё верно. Ну как можно так было сделать, блядь, что нихуя непонятно. О, наконец-то. Так, ну и вот сюда мы его врубаем. Единственное, что нам теперь нужно... Оп, включить микрофон. Итак, микрофон включен, и мы пошли дальше. Что же нам теперь сделать? Я бы хотел, наверное. Но не знаю, получится ли так. С ветром, конечно, здесь жопа. Ветер достаточно серьёзный. Дует хорошо. Но не знаю, как ветрозащита срабатывает. Ветер очень сильный. Прям очень дискомфортный ветер. Так, вообще погода абсолютно нелётная. Потому как, кстати, гололёд уже. На улице минус два, скорее всего. И мы сейчас сделаем небольшой ход коню. Микрофон у нас работает. И мы сейчас... Я так думаю, что слишком близко микрофон находится к... К рту. Оп, оп. И немножечко отойдём. Да, и... Непонятно, почему он вот так вот опустился. Сейчас мы его опять поднимем высоко. Вот так, и пойдём, наверное, чуть-чуть прогуляемся, наверное. Надеюсь, что с ним будет всё в порядке. Хотя вечер очень сильный. Ну что, Севастополь. Значит... Ой, твою мать, тут ещё и я. Как она? Как она называется? Ещё можно сделать всё-таки флодилку, чтобы он не просто меня искал, а чтобы он... Ну, попробуем сейчас сделать. Правда, я не помню, как это делается. Вот, фалов. Нет. Ну да, это фалов. Вот. Вот, вот, вот. Да, вот, как-то так. Но он меня в темноте однозначно потеряет, поэтому давайте не будем заниматься этой фигнёй, если честно. Потому что в темноте это будет ерунда полная. Итак, делаем оцентровку, идём в сторону и идём гулять некоторое время. Первое, что хочу сказать, что в этом доме на пятом этаже жила барышня одна, которая, в принципе, была очень офигенная в своё время. Она имела шикарные груди, попу, рост, но отвратительный характер. После того, как она произвела на свет маленького ребенка...